Здравствуйте! Меня зовут Мактасимова Гульнара Альфисовна. Я работаю инструктором по физкультуре в детском саду номер 50 города Нижневартовска. В этом уроке я бы хотела вам рассказать о технологии применения собственного интернет-ресурса. Как я применяю свой интернет-ресурс? Во-первых, важнейшим условием для повышения эффективности массовых форм организационно-физического испытания является интенсивная разработка наукоемких технологий образовательного процесса в образовательной области физическая культура. Для себя я поставила цели показать эффективность применения собственного интернет-ресурса. Я хочу показать, что не только воспитатели, учителя могут использовать в своей деятельности свой собственный интернет-ресурс, но также и инструктора по физкультуре могут всячески работать с применением собственного ресурса, производить работу с родителями, с воспитателями, с детьми. И в своей работе я бы хотела увеличить количество участников образовательного процесса, которые будут вовлечены в работу моего интернет-ресурса. Я бы хотела в этом году увеличить количество посетителей своего сайта, количество гостей своего сайта, количество комментирующих, количество людей, которые будут сами выставлять свои материалы на моем сайте. То есть я хочу повысить посещаемость своего сайта. Итак, что мне для этого надо? Во-первых, мне надо установить современное состояние вопроса применения собственного интернет-ресурса. Установить, действует это, не действует, с чего надо начать, как надо работать. В общем, полностью проанализировать работу своего сайта. Потом определить основные принципы в организации и проведении занятий физической культуры с применением информационно-компьютерных технологий. На сайте я выставляю всяческие презентации, мультимедийные флеш-презентации, всяческую литературу, буклеты, консультации для родителей. Я хотела бы знать, что именно самое главное, самое читаемое на сайте. Будь то это музыка, будь то это презентации, что нужнее для моих посетителей. Потом я хотела бы определить основные средства и методы применения информационно-компьютерных технологий. Обосновать эффективность выявленной методики применения информационно-компьютерных технологий. Если я выявила методику, как именно я буду работать, я, естественно, буду подробно объяснять, работает эта методика или не работает. Разработать методические рекомендации для применения программы. То есть это не просто показал и сказал, вот это работает, а именно в разработку программы, в разработку рекомендаций входит в мои задачи. Я надеюсь, что поставленные мною цели и задачи оправдают мои ожидания. И в 2015 году на моем сайт еще больше вдохнет в себя жизнь. Сейчас он, конечно же, действует, но посетителей хотелось бы побольше. Поэтому я надеюсь, что участников моего интернет-ресурса, вовлеченных в его работу, у участников станет намного больше. Надеюсь, что вопросы, которые будут возникать у участников, они будут без стеснения задавать не прямо на форуме, или для этого есть местевая книга, есть обратная связь, если есть у кого-то желание. Я надеюсь повысить эффективность своего сайта. А для педагогов, вовлеченных в сферу интернет-технологий, я хочу помочь в создании и поддержании ими собственных интернет-ресурсов. Многие из наших воспитателей уже вовлеклись в эту работу, уже потихонечку начинают создавать сайты и, естественно, консультации подходят ко мне. Я их консультирую, я им помогаю создать собственные интернет-проекты, и это у них неплохо получается. Но в будущем я хочу вот это количество повысить до максимума. Надеюсь, что у меня это получится. Надеюсь, что я добьюсь не 100%, так и 95% соотношения. 95% количества участников, которые создадут свои интернет-ресурсы на примере моего интернет-ресурса. Какие я выявила достоинства в использовании своего интернет-ресурса? Мой сайт делает процесс физического воспитания более современным, разнообразным, насыщенным. У меня на сайте выложены всяческие дополнительные материалы, которые способствуют, которые стимулируют занятия физикой культуры. Это всяческие картинки про физкультуру и спорт. Например, у меня есть на сайте картинки, которые показывают вид спорта и спортивный инвентарь. Дети с удовольствием соединяют эти картинки. Я их могу раздать и в группе воспитателям, а те воспитатели, которые мне не могут дойти, они могут спокойно скачать этот материал у меня на сайте. Также там есть разукрашка на кинотему спорт. Многие уже их скачали и многие уже поблагодарили меня за то, что я выставила вот такой материал. Сказали, что дети их очень сильно довольны и с большим увлечением разукрашивают эти картинки. Потом у меня на сайте есть современная музыка для занятий физической культурой. Дети очень любят. Я эту музыку применяю на своих занятиях. Дети с удовольствием занимаются под музыку. Потом МОИСА делает образовательный процесс прозрачным, доступным для родителей. Повышая качество работы с родителями. Все мероприятия, которые я провожу, я фотографирую или прошу кого-нибудь сфотографировать, либо снимаю занятия на камеру. Также у нас бывают спортивные соревнования, которые также снимаются, которые также фотографируются. и все это выставляется на сайт. Я все это выкладываю на сайт, чтобы родители видели, как мы занимаемся, чем мы занимаемся, увлекательно для занятий физической культуры. Родители могут спокойно оставить предложения или пожелания, что бы они хотели видеть на занятиях физической культуры. Или что бы они, наоборот, не хотели бы видеть. То есть они могут полностью контролировать и сопровождать процесс физического воспитания. Затем мой сайт обеспечивает наглядность, красоту, эстетику, оформление физкультурно-оздоровительных мероприятий. То есть на сайте можно найти и фотографии, и картинки, и всю-всю-всю мультимедиа, которые у меня есть, которые я использую. Все это есть на сайте. Кто желает, может зайти, посмотреть и скачать. Но для того, чтобы все это сделать, желательно зарегистрироваться. Ну что ж, на этом все. Моя работа. Я вам рассказала о...